Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР-ТВ в студии Вера Ионкина и о главных событиях к этому часу. Киев готовит гибридную военную провокацию на Донбассе. Накануне сообщалось, что власти Украины направили эшелоны с военной техникой и вооружением к границам Крыма. Речь также шла о переброске бронетехники и ракетных комплексов. По мнению военных экспертов, данные действия сделаны для того, чтобы отвлечь внимание Москвы от Донбасса. Владимир Жириновский усомнился в том, что у Киева хватит смелости вторгнуться на территории Донецкой и Луганской народных республик. Вот сейчас самая острая фаза. Конечно, 15 марта они могут что-то начать. Но, естественно, они никогда не посмеют вторгнуться на территорию Донецкой и Луганской республик. Но провокация с большим количеством жертв может быть. Какие здесь еще возможные последствия? Убрать Зеленского. Байден недоволен им, поскольку Трамп получил много документов от Зеленского против Байдена. Ему выгодно заменить и поставить туда другого. Это одна сторона. Вторая – оправдать расходы, уже произошедшие и будущие. Увеличить бюджет и НАТО, и США. Это будет повод. Видите, что Украина полыхает, война и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вполне возможно. Весь март всегда был самый опасный месяц в истории нашей страны. Вспомните и убийство царей, императоров, и вот референдум был 17 марта и прочее, прочее, прочее. Они могут создать нервозную обстановку в нашей стране, чтобы это повлияло на выборы в сентябре. То есть очень много возможностей сейчас. Если армия слишком долго проводит учения, а они ведь, как говорится, учения с тем, чтобы их опыт применить во время войны. И, помните, грузинская армия, сколько было учений НАТО, американских, в конце концов, Саакашвили начал войну. Он проиграл ее, но он ее начал, чтобы посмотреть, чего стоит грузинская армия. И показать Западу, что они, грузины, хотят в НАТО. Вы видите, победили русских, отвоевали Схинвал, Сухуми. Но все это рухнуло. Здесь также все рухнет, но ведь люди гибнут. Люди гибнут. А они все обостряют обстановку. Они уже придумали к уголовной ответственности привлечь депутатов, которые в 2010 году ратифицировали Харьковские соглашения об аренде Севастополя для нашего флота. То есть они совсем с ума сошли. Я могу одно сказать, что все воинские подразделения, готовые к удару на Донецк или Луганск, будут уничтожены в течение одного часа. И поэтому мне бы хотелось посоветовать солдатам украинской армии дезертировать, перейти русскую границу, уехать вглубь Украины, бежать за границу другую, там, Белоруссию, но сохранить свою жизнь. Тех, кого призывают вооруженные силы, избегать этого. Вы пущенное мясо. И наплевать на вас, чиновникам в Киеве. Да и жителям Киева я бы посоветовал начать размин своих квартир, уезжать в Россию. Киев тоже может оказаться в зоне, так сказать, бомбардировок и любых провокаций. Тем временем в СМИ появилась информация о том, что подразделения вооруженных сил Украины в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Отмечается, что перемирие закончилось еще в январе. Противоборствующие стороны вернулись на позиции, которые занимали до разведения войск. К другим новостям. На рассмотрение Государственной Думы внесен законопроект о введении новой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Автор инициативы, депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, предложил освободить от налога россиян, которые зарабатывают менее 204 тысяч рублей в год. Фракция ЛДПР внесла законопроект, он называется «О прогрессивной шкале налогообложения», но на самом деле там решается несколько задач. Первая и главная для нас задача, для нашей партии, это освобождение от подоходного налога малой имущей граждан. Мы предлагаем до 17 тысяч рублей, это то, что принято Всемирным банком и озвучено президентом, как бы порог среднего класса, нижний порог, до 17 тысяч рублей в месяц освободить от подоходного налога. То есть реально эти граждане смогут получить по 1700 рублей в месяц или порядка 20 тысяч в год дополнительно. Мы считаем, это точечная адресная поддержка. Количество граждан, которое коснется вот этой новеллы, это 8 миллионов человек. То есть это достаточно большая категория. 8 миллионов человек вообще не будут платить подоходный налог. Но если мы продолжим вот эту логику, то мы должны сказать, что те, которые будут получать заработную плату от 17 до 400 тысяч рублей, вот эти первые, скажем так, необлагаемые цифры в 200 тысяч в год, они тоже попадают в в году. То есть если вы получаете до 400 тысяч рублей в месяц, это достаточно большая сумма, то первые 200 тысяч тоже не будут облагаться подоходным налогом. И уже здесь количество граждан, которых мы поддерживаем, составляет 54 миллиона. То есть это практически 80 процентов всех работающих. Поэтому, когда мы освобождаем от налога полностью подоходного граждан с доходом ниже 17 тысяч, мы, кроме этого, поддерживаем практически 80 процентов граждан, вот имея такой налоговый вычет. Это, с одной стороны, достаточно большие цифры потери для бюджета. По нашим оценкам, они составляют 1,3 триллиона рублей. Так вот, для того, чтобы компенсировать данные выпадающие доходы, мы предлагаем на более высокие доходы граждан применить прогрессивную шкалу налогообложения. Если вы получаете от 10 миллионов до 100 в год, ставка предложить не 13 и 15, а 25, и, наконец, если вы получаете больше 100 миллионов в год, то вы должны платить 35 процентов. То есть решаются три задачи. Поддержка малоимущих, справедливое налогообложение – это прогрессивная шкала, и третье – увеличение, пополнение консолидированного бюджета Российской Федерации. Рекордное снижение ставок по депозитам в российских банках привело к тому, что люди стали снимать со счетов деньги и пытаться их инвестировать. В настоящий момент в России почти 10 миллионов частных инвесторов, на руках которых ценные бумаги на общую сумму в 5 с лишним триллионов рублей. Недавно Центробанк подготовил законопроект, определяющий доступные неопытным инвесторам инструменты. Среди них российские акции, включенные в котировочные списки, биржеценных бумаг и гособлигации. Этот законопроект нужно было принимать еще очень давно. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, потому что мы видим, что у нас за прошлый 2020 год у нас очень высокий отток вкладчиков с банка. То есть у нас люди забирают деньги и вносят их на инвестиционные счета. И должен сказать, что это связано с тем, что Банк России, он в 2020 году начал проводить мягкую денежную кредитную политику. И, соответственно, можно было предугадать, что будет понижение ключевой ставки, что у нас будут, соответственно, снижены ставки по депозитам, и что люди будут забирать, естественно, деньги, искать новые инструменты для того, чтобы заработать, чтобы деньги просто не лежали, как бы работали. Ну, что нужно сказать? Нужно сказать то, что данный законопроект, он защищает инвестора в первую очередь тем, что можно будет отменить операцию. В случае, если инвестор, начинающий инвестор, не совсем понимает, что он делает, во что он вкладывает. Кроме того, значит, каждому инвестиционному продукту будет идти свой паспорт. Но, должен сказать, что немножко запоздала эта инициатива, потому что за прошлый год у нас было выведено с депозитных счетов более чем полтора триллиона рублей. И неизвестно, чем это дальше может обернуться для начинающих инвесторов, потому что та реклама, которая сейчас идет, она носит недобросовестный характер. На самом деле, для начинающих пользователей это достаточно рисковый инструмент, который нуждается в четком регулировании. В Пантамансийском автономном округе началась завершающая стадия исследований на месте аварии трубопровода. Дно реки Опь обследуют водолазы. И главная цель – дать четкий анализ рельефа дна реки. Водолазы исследуют место залегания трубопровода под водой и установят место возможного пропуска. Взятые ранее пробы воздуха и воды говорят о том, что загрязняющих веществ, которые превышают предельную допустимую концентрацию, не обнаружено. Неприятная история в Нижневартовском районе. Произошел порыв продуктопровода компании «Сибур». В рамках моей командировки еще предыдущей, это было в феврале месяце, уже граждане задавали вопросы, что есть соответствующий специфический запах в районе реки Опь. На тот момент времени никто из природоохранной прокуратуры, куда люди обращались, экологических организаций, других государственных ведомств, которые отвечают за данное направление, но не проявил должной осмотрительности и не придал этому какого-либо значения. Произошла авария. Сейчас и Гостехнадзор, и природоохранная прокуратура проводят соответствующие проверки. Следственный комитет занимается в рамках своей работы. Я написал обращение на исполнительного директора компании «Сибур» господина Корисалова с просьбой дать мне исчерпывающую информацию о ситуации, о предпринимаемых мерах, потому что граждане требуют какой-то прозрачной информации, что происходит. Сейчас есть такой вакуум информационный, и граждане больше на себе начинают придумывать, додумывать чего-то. И опасения-то на самом деле достаточно серьезные и веские, потому что у всех на слуху последняя авария в городе Норильск. Вы это сами помните. Буквально вчера прошла информация, и сегодня госпожа Родионова подтвердила, что компания «Норильский никель» выплатила 146 миллиардов рублей ущерба экологического. То есть вот, ну, многие знающие специалисты в Ханты-Мансийском округе считают, что данная авария за столь длительный период времени могла нанести аналогичный ущерб, который был в городе Норильске. И я намерен этот вопрос держать на своем личном контроле, потому что, ну, это достаточно важно, и, ну, чтобы все и расследования, и информирование граждан шло на должном уровне. На этот час у меня вся информация. Напоминаю, трансляцию нашего канала вы также можете смотреть в режиме онлайн в YouTube. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok